Акционерное общество Верхнеченскнефтегаз ведет добычу углеводородного сырья на севере Иркутской области. Добыча нефти ведется на 311 нефтяных скважинах. В 2016 году годовой объем добычи составил 8,6 миллионов тонн нефти. Расстояние до областного центра 1100 километров. 27 июля 2016 года на объекте электростанция собственных НУЖ-3, ЭСН-3, произошел взрыв, ставший причиной гибели 6 человек. Любые правила, кроме безопасности, охраны труда, тем более золотые правила безопасности, они, к сожалению, написаны кровью. Буквально кровью написаны. Если представить это происшествие как пазл, убрав один из этих факторов, убрав наличие газа, убрав наличие кислорода, убрав, скажем так, фактор закрытой секущей задвижки, или убрав там фактор некачественного сварного шва, конечно, каждый в целом, наверное, фактор из этих, да, он мог остановить эту аварию. И в его отсутствии, скажем так. Хроника событий. Я был на месторождении, да, вот за сутки до этой аварии, был как раз в командировке. Мы были вместе с главным инженером, непосредственно были на этом объекте, значит, непосредственно с этими людьми общались и непосредственно из их уст услышали, что здесь все работы завершены. И утром 27 июля мы вылетели в Иркутск, как раз к обеду мы добрались, и после обеда я уже здесь был в офисе часа в два, и, значит, пошла текущая работа, и после трех, значит, получили сообщение о том, что произошел взрыв. Тут же сделали оповещение по компании, значит, о данном происшествии заказали с авиакомпанией мгновенно чартер обратно, и тут же уже мы прямо отсюда поехали на месторождение. Первые действия, они связаны были непосредственно с действием по спасению людей. Это, конечно, все организационные моменты с авиакомпаниями, с медиками. Первая концентрация была на спасении людей. Взрывом был полностью разрушен ресивер номер один. Ресивер номер два сорван со своего основания, взрывной волной развернут на 180 градусов. Повреждены блок азотной станции, здания электростанции и цеха компрессорных агрегатов, а также инженерные сети и коммуникации. Разлет осколков весом до 100 килограммов достигал 500 метров. В час взрыва, скажем так, я сам находился в офисе ВЧНГ КМ, то есть на промысле. Это ориентировочно там 3 километра от места взрыва. И, по сути, грубо говоря, все там услышали, затрясли стекла и услышали взрыв. Четверо сотрудников ВЧНГ, начальник СН-3, инженер-технолог СН-3, оператор технологических установок, инженер по надзору за строительством и инженер АСУ-ТП подрядной организации, находившиеся в 17 метрах от очага взрыва, получили ожоги различной степени тяжести, от которых впоследствии скончались. Подъехал к главному входу, значит, там я уже обнаружил начальника СН-3, это Манолаки Сергей. Стоял черный человек, черный, вообще весь черный, обугливавшийся, ни одной волосинки на нем не было, значит, полностью без одежды, в одних трусах. Даже ботинки, которые у нас вот кожаные, из спецобуви, да, то есть их даже не было. В ту секунду шок был у меня, у меня волосы стояли дыбом от всего этого происходящего, а он был просто спокоен. Первые слова мои были там, ну, одни из первых, скажем. Серега, что случилось? Ты можешь пояснить, что случилось? Он ничего не смог пояснить внятного. Скорее всего, я понимаю, что он сам не понял, что случилось. Он просто не понял, что произошло. Электросварщик и монтажник другой подрядной организации работали в 36 метрах от эпицентра взрыва. Электросварщик получил осколочное ранение бедра в средней тяжести. Монтажник получил травмы, несовместимые с жизнью. Два оператора технологических установок в ЧНГ, также работавшие на этом участке, не пострадали. Осколки пролетели у них над головами. Это был, значит, у нас участок подготовки компримирования газа. Там мы проводили, соответственно, разборку фланцевого соединения еще с одним оператором. Непосредственно работы, которые выполнялись и где произошла чрезвычайная ситуация, то есть находились рядом с местом выполнения наших работ. Мы делаем свою работу, и внезапно волна взрывная сбивает нас с ног. Первая реакция, конечно же, покинули опасное место происшествия. Это был сотрудник подрядной организации. Ну вот у него было ранение. Да, ему необходимо было оказать первую помощь, что мы сделали с моим оператором. У него была рваная рана бедра. Думать нам некогда было. Соответственно, оператор Карабанов Игорь Юрьевич, который проводил свое место работы, снял с себя майку, то есть разорвал ее. Я уже непосредственно перевязал место ранения. Вот мы подъехали к этому центральному входу. Въезжать очаг мы не имеем права. Мы ждали спасателей, которые нам вынесут вот именно к воротам. Тут мы когда поехали, и я уже в машине ему сообщила, что у нас произошел на 1-1 взрыв, есть пострадавшие. Мы подъехали, когда я увидела в Ановаке вот полностью всего обгоревшего, снова выдал ног и совершенно, совершенно голого. Вот и весь он вот так задымленный, весь вот в пепле вот в этом. Поэтому я сразу тут же позвонила в РИЦ с корпоративного телефона и сказала, ребята, заказывайте экстренный борт. И второго, кого я увидел, это на коленях стоящего человека, который тоже был как... Как вот сравнивать, да? Это был, естественно, человек, но выглядел как обуглившись такое тело, да? Дальше, значит, несли уже за руки человека, который был без ног. То есть с него текла кровь. Он еще в это время был жив, когда мимо меня его проносили. Впоследствии он скончался, даже не выезжая еще за территорию. Естественно, было желание помочь выжить. Мы все, все, ну, практически мы надеялись, что хоть кого-то можно спасти. Вроде со всеми определились, кто где, все. Это один остался человек, которого мы не знали в течение часа или полтора о его судьбе. Я, Юра, это ты, Меняев, Юра, это ты. И он поднял голову и вот так вот мне машет. Но сказать ничего не может, потому что у него не было языка. Он был обгоревший. Я считаю, что повезло, очень сильно повезло. Прямо над нами пролетали куски этих металлических конструкций. То есть поскольку это все быстро произошло, то они, конечно, быстро пролетели. Но все равно визуально кое-что успели увидеть. Так что нас еще с рывной волной сбило с ног. То есть мы еще упали, можно так, ниже. Может, еще за счет этого нам повезло, что мы остались живы, здоровы. Я опросил, можно сказать, опросил буквально всех, кто там находился. Никто ничего внятного мне не сказал, что что-то от их действий это произошло. Все были в шоке, все не понимали, что произошло. И все мне говорят, мы не знаем, мы не знаем, откуда-то взялся взрыв. Я, наверное, кто-то последний с ними разговаривал, со всеми в медпункте, пытаясь выяснить причины, что произошло. Конечно, самый критический фактор здесь все-таки человеческий. Первая ошибка это была, это оставить топливный газ. Посчитать, что это не критично. Первая ошибка. Вторая ошибка это допустить попадание кислорода. И уже, наверное, третья, конечно, ошибка это перекрытие секущей задвижки. При перекрытом выходе, так как у нас сбросы с предохранительных клапанов также идут в эту факельную линию, соответственно, давление после открытия клапана, настраиваемого, передалось обратным ходом под крышку из КПК. И эта крышка из КПК не выдержала, хотя она должна была, конечно, и эту ошибку символировать, простить, потому что это были рабочие параметры. 45 атмосфер это рабочие параметры. Клапан по всем паспортным данным был обязан выдержать 60 атмосфер. Это все это сделали люди. Да, я тоже считаю, что это сошло все в одном месте. Они, когда подогнали в машину азотник, вот этот так называемый, чтобы, скажем так, набрать давление до нужного, чтобы этот клапан открывался, потому что там давления газа не хватало, и, видимо, приняли решение закачать азот туда. Но, скорее всего, не знали, что содержание кислорода вот в этом автомобиле, который вырабатывает азот, то есть генерирует, а там все-таки не чисто 99,9% азота, а там есть еще и содержание кислорода. Работаешь, все нормально, вот такая ситуация происходит. То есть ты уже потом на некоторые вещи совершенно другими глазами будешь смотреть и оценивать, и понимать. Людей, я считаю, сильно поменялось. Вообще даже не то, что поменялось, мировоззрение поменялось. Отношение к работе и отношение к этим мелочам, наверное, назовем, да, вот именно вот этим мелочам, тут же вот, грубо говоря, из мелочей каких-то собралось у нас. Есть такой термин, да, защита от дурака. Вот это мы сделали по максимуму, для того, чтобы даже если кто-то ошибся, у него даже не было возможности такой ошибиться. То есть вся запорная арматура была удалена со всех систем полностью. В нарушении, наверное, и с отклонением от инструкции по эксплуатации от заводских, мы переиспытали все предохранительные клапана. Это несколько сотен оборудования на месторождении. То есть всю эту работу мы провели в течение нескольких месяцев и испытали все это там с полуторократным запасом. Ценить, наверное, стали жизнь свою сильнее, потому что все понимают и сам понимают, что ты мог оказаться там. Вот у него жена с двумя детьми осталась. Из Байкальска, парень. Его же отец у нас работает. У нас работает. Конечно, пережить такое, дай бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова